МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оно помогает нам обсуждать, решать насущные проблемы, вести деловые переговоры и просто договориться о встрече. Как правильно общаться по телефону? Что нужно говорить? Каковы основные правила телефонного этикета? Тема сегодняшней передачи. Но сначала краткий экскурс в историю. В 70-х годах 19 века изобретатель Александр Грэхэм Белл разработал устройство, которое могло передавать речь посредством электричества. 10 марта 1876 года он провел успешный эксперимент и с помощью трубки позвонил своему помощнику Томасу Уотсону, который находился в соседней комнате, и произнес «Мистер Уотсон, идите сюда, я хочу вас видеть». Когда еще не было телефона, люди передавали информацию невербальным путем при помощи разных предметов и явлений. Например, древние китайцы использовали воздушных змеев. По их цвету получатель понимал, что хотел сказать отправитель. Во времена Первой мировой войны практически все армии запускали воздушных змеев для наблюдения и подачи сигнала. Изобретательные голландцы передавали информацию с помощью мельниц. Для этого мельник специально расставлял крылья ветряка. Например, если на верхнем крыле был флаг, значит в семье радость, дочь замуж подают. В Африке передавали информацию с помощью музыкального инструмента «там-там». Удару барабана соответствовали не буквы, как в азбуке Морзе, а целые понятийные фрагменты. А индейцы для передачи сообщений на больших расстояниях использовали дым костра, который в зависимости от цвета, формы и места появления передавал необходимую информацию. Казахи во время нашествия джунгаров тоже использовали сигнальные костры. Сигнальные костры обычно разжигались на небольших возвышениях по нескольким причинам, по разного рода причинам. Одна из причин – это, допустим, нашествие врага, приближается этот сигнал. Второе – это, допустим, для того, чтобы собрать людей на какое-то торжество или по поводу какого-то события собирались. Когда увидели сигнальные огни на сопках или на холмах, люди знали, что нужно собираться именно там, где есть сигнальные огни. В той стороне туда собирались. Кроме сигнальных огней, еще, конечно же, пользовались узлым кулаком, то есть передавали весть из уст в уста. То есть человек, который услышал эту весть, он должен был немедленно передать ее другому человеку. И следующий ве передачи информации – это гонцы. То есть это специально обученные, специально подготовленные люди, которые на лошадях, хороших, выносливых, сильных, скакали из-за ула в ол и передавали весть. Там, допустим, сбор, допустим, на какие-то большие поминки или там, допустим, сбор на какие-то торжества. Так из-за ула в ол скакали по степи для того, чтобы сообщить эту весть. Появление телефона облегчило процесс передачи информации. Первые аппараты появились в 70-х годах 19 века. Отправной точкой казахстанских телекоммуникаций принято считать 1862 год, когда телеграфная линия связала город Верный с остальными населенными пунктами. Позже появилась телефонная связь, которая была доступна очень немногим. В дореволюционный период общее количество телефонных абонентов республики не достигало и одной тысячи. Городские станции с линейными сетями существовали в Верном, Кустанае, Кызаларде, Смепалатинске, Уральске, Павлодаре и Петропавловске. Например, в последнем станция была смонтирована в 1909 году. В качестве абонентской линии применялись стальные воздушные провода. Их подвешивали на столбах вдоль улиц. Где на строительство этой линии было подвешено порядка 5000 километров медных проводов. В 80-е годы активно началось строительство подземных магистралей. В 90-х годах в республике уже фиксировало порядка 1 миллиона 250 тысяч клиентских телефонов или 28 телефонов на 100 семей. Ахапкин! Вот это! Возьми трубку! Зачем? Я буду с вами говорить по телефону! Ах, пожалуйста! Не жалко! Если же в первые годы становления телефонной связи люди передавали по трубке только очень важную и срочную информацию, позже телефон прочно вошел в быт и стал самым распространенным средством общения на расстоянии. Научно-технический прогресс ввел в этикет новую культуру – общение по телефону. Телефонный этикет стал важным элементом национальной культуры. Генетическими чертами казахского народа является открытость и дружелюбие. Это выражается и в телефонных разговорах. Что телефонное общение – это есть в некоторой степени продолжение реального общения. Я говорю это потому, что у казахов телефонное общение имеет приблизительно те же особенности, что общение реальное. Если мы говорим, что особенность, вот, и эта особенность сохранилась в сельской местности, общение казахов в том, чтобы приветствовать и далее вести разговор не спеша, не торопясь, обязательно за чаем, вот, спрашивать о здоровье, о родственниках, обо всех, не забыть никого, потому что это может быть воспринято как обида. Спросить о состоянии его семьи, детей, внуков, спросить Малзан Турала, допустим, как его хозяйство, как его дела, как его работа и так далее. Вот такая неспешность иногда и много, скажем, слов, оно переходит и на телефонное общение. Если вы заметили, то телефонное общение у казахов отличается от европейского общения. Европейское общение, оно очень короткое, сухое и очень часто деловое. Этикет казахов отличает почтительное обращение к старшим. Тюркский ученый, поэт и мыслитель Юсуф Баласагуни говорил, что отец за детей перед всеми в ответе и ключит отца не по имени дети, подчеркивая этим характерное и наиболее значимое начало в этике тюркских народов. В мусульманской семье уважение к старшему ребенка формируют с ранних лет. Старший в семье или в роду – это непререкаемый авторитет, поэтому обращение к старшим допускается только на «вы». Первое требование при разговоре по телефону – это, конечно, уважительность. Второе, я думаю, особенно когда молодой человек или молодая девушка или женщина разговаривает со старшими, это, конечно же, стараться говорить медленнее. Потому что если у телефона, с другой стороны аппарата, допустим, стоит пожилой человек, то с кроговоркой говорить, допустим, какую-то весть или сообщать ему свое имя или говорить о том, кто есть дома, я думаю, что надо учитывать эти факторы, чисто физиологические. Ну а с другой стороны, конечно, как я сказала, определенная уважительность и вежливость. Даже если он что-то не услышит, можно повторить еще раз. Молодые люди, разговаривая между собой по телефону, редко говорят «салемецнбе», а здороваются просто «салем» или «халайснбе». К тому же студенты, школьники и подростки предпочитают общаться по сотовому телефону, нежели по стационарному. Кстати, с появлением мобильной связи правила и манера общения немного изменились. Телефон всегда находится при себе, и по нему можно позвонить в любом месте. Поэтому, как правило, тот, кто звонит сразу после приветствия, спрашивает, а вам сейчас удобно говорить, чтобы выяснить, не мешает ли он собеседнику, и только потом сообщает о цели звонка. Как показывают результаты исследований, проведенных социологами, 55% опрошенных пользуются мобильным телефоном весь день, 43% по необходимости, и только 2% респондентов не имеют сотовых телефонов вообще. По статистике операторов связи, около 60% пользователей разговаривают по мобильному телефону более 30 минут в день, 10% – более 1 часа, и 5% – более 2 часов ежедневно. Как часто вы пользуетесь и как долго вы разговариваете по мобильному телефону? С этим вопросом мы обратились к жителям столицы. Ежечасно, даже, наверное, ежедесятиминутно. Ну, если все сложить, то, наверное, минут 120-180, в зависимости от интенсивности, 2-3 часа. Ну, минут 5-10 минут. С кем вы все равно были разговариваете? Ну, как коллеги звонят с работы. Я сотовым телефоном вообще не пользуюсь. У меня нет его. Я вообще противник вот этого сотового телефона. Знаете почему? Дома, дома, дети между собой по телефону сотовым вот так пишут, разговаривают. Зачем это надо? По мобильному телефону, наверное, целый день практически. А в основном с кем вы говорите? По работе. Мне больше 5 минут и задерживаю. Часто, ну, через каждые полчаса с мамой разговариваю, с братьями. Я пользуюсь мобильным телефоном достаточно часто. А иногда и каждые 5 минут. Для каких целей в основном? Для всяких. В основном интернетом пользуюсь, поэтому меньше говорю по телефону. Постоянно. Я с ним не расстаюсь. В мобильном телефоне я ходу каждый день, каждую секунду, можно сказать, очень часто. Главная цель это сейчас интернет и другие приложения. Разговариваю, наверное, минут 10, но провожу за мобильным где-то час-два. В день я говорю по телефону минут 30. Сколько надо, столько я говорю. Ну, смотря какая тема. Ой, не знаю. Постоянно на телефоне. Сотом телефона? Ну, по мере надобности я так часто не очень пользуюсь. Минута, если по минутам, то 15-20 минут. Я каждый день телефону отвечаю. Отвечаю и звоню 2 часа и 3 часа по делам. Постоянно. Без него уже никак. Очевидно, без мобильной связи сейчас свою жизнь не мыслят миллиарды людей. Они буквально просыпаются и ложатся спать с телефонными звонками. И не задумываются, что не всегда соблюдают телефонный этикет. Здравствуйте, Лариса Ивановна. Слушай, как я думаю, что я один. Относите. Это валико. Валико, который мимино. Помните, вы в Тбилиси проходили, а я голландских кур грузил. Если мы очень часто пользуемся общественным транспортом, то мы можем стать свидетелем того, как на весь автобус 2-3 человека могут громко разговаривать, смеяться, покашливать, какие-то междометия вставлять. Это, конечно же, очень неприлично. Например, те же самые японцы, у них никогда, войдя в автобус, в метро, не услышишь и не увидишь человека, который разговаривает по сотовому телефону. Они автоматически, видимо, его ставят на тихий звук или вообще выключают. У нас же этого совершенно нет. И бывает очень неприлично, когда ты сидишь, и тебе в ухо кто-то громко смеется, разговаривая, причем очень долго. Мы можем судить о его недостаточной культуре. Поэтому говорить долго по мобильному телефону просто неприлично. Это не только неэтично, но и опасно для здоровья. К такому выводу пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения, изучавшие безопасность мобильных устройств. Шведские ученые выяснили, один час разговоров в день по сотовому телефону удваивает риски образования злокачественной опухоли в мозге. Кроме того, излучение мобильного телефона негативно влияет на память и может вызвать головные боли. Мы не отрицаем. Сотовый телефон – вещь полезная и практичная. Мобильное устройство существенно экономит нам время и сегодня без него никак не обойтись. Чтобы уменьшить вредное воздействие сотового устройства, специалисты рекомендуют как можно меньше говорить по телефону. И всегда помнить об этике. Общепринятых правил общения должен придерживаться каждый человек. Правила этикета требуют, услышав ответ от абонента, поздороваться, представиться, кратко изложить суть вопроса, в конце разговора поблагодарить и попрощаться. Например, допустим, когда ты приходишь на работу, в некоторых фильмах есть кодексы, где прописана политика и колл-стрипты, так называемые, сценарии разговора. Там обязательно нужно понимать, в какое время дня ты здороваешься и, соответственно, какое будет приветствие. Добрый день, доброе утро, добрый вечер, например. Главное правило – телефонный разговор должен быть персонализирован. Никогда не начинайте разговор с фразы «кто это?», «кто говорит?», «кто у телефона?». Если абонент не представился, следует вежливо спросить «простите, с кем я разговариваю?». Набираешь дома телефон, говоришь «здравствуйте», «как ваши дела?», «как ваше здоровье?», «можешь со мной говорить или нет?» Вот так. Дальше разговариваешь по делам и все. А то есть человек сядет, телефон часа два-три разговаривает, потом вначале что спрашивал, то забыл. Вот такое бывает. К незнакомым обращайтесь только на «вы». Недопустимо кричать и раздражаться во время телефонного разговора. Это является грубым нарушением этики межличностного и делового общения. В ответ на оскорбление кладут трубку. Не ругаться, да? Естественно. Основные моменты телефонного общения – это вежливость и краткость. Разговор по телефону не должен превышать пяти минут. Телефоны запрещены в общественных таких местах, как кинотеатры, больницы и так далее. То есть там телефон необходимо ставить на беззвучный режим. Грубейшее нарушение – не перезвонить, когда вашего звонка ждут. Сделайте это при первой же возможности. По подсчетам специалистов, сегодня свыше 50% всех деловых и бытовых вопросов решается по телефону. Это самый быстрый способ связи, который позволяет установить контакт, не прибегая к непосредственному общению. От манеры разговора зависит ваша репутация и успех. Поэтому умение правильное и корректно говорить по телефону является составной частью вашего имиджа. И напоследок хотим напомнить вам правило Паретта. 80% продуктивности зависит от 20% разговора. Ну а мы желаем вам удачи. До встречи в эфире. Увидимся на телеканале Балем Жене Мадниет.